Установлены точные даты проведения единого государственного экзамена. Предприятия, пострадавшие от коронавируса, получат господдержку. А также о том, на какую помощь могут рассчитывать мигранты, оставшиеся на территории России, смотрите в блоке коротких новостей. Президентом Владимиром Путиным предложена новая программа кредитования, направленная на поддержку предпринимателей и сохранение занятости. На кредиты смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий COVID-19. А также социально ориентированные НКО. Помимо льготной ставки, им будут доступны особые условия погашения. Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами. Всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Банкам, присоединившимся к льготному кредитованию бизнеса и НКО по ставке 2%, будет выделено 5,7 млрд. рублей на возмещение недополученных доходов. В период действия мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Управлении по миграционным вопросам администрации Краснодарского края работает телефон горячей линии 8 861 253 48 41. Для обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, оставшихся без средств к существованию, нуждающихся в социальных и медицинских услугах и иных мерах социальной защиты. Федеральный Роспотребнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2020 год. Старт экзамена в России запланирован на 29 июня. Школьники начнут с географии, литературы и информатики. А вот один из самых массовых экзаменов по русскому языку разобьют на два дня. Он пройдет 2 и 3 июля. Далее школьникам необходимо будет сдавать профильную математику, так как базовую в этом году отменили. Экзамен запланирован на 6 июля. Кроме того, по всем дисциплинам предусмотрены резервные дни. Отметим, что сдавать ЕГЭ в этом году нужно только тем, кто собирается поступать в ВУЗ. Для получения школьного аттестата ЕГЭ уже не нужно. В Роспотребнадзоре отмечают, что в экзаменационных аудиториях будут соблюдены все санитарные нормы.